Каким может быть характер боли в животе у ребенка? Невозможно представить малыша, который вырос бы, ни разу не пожаловавшись на то, что у него болит животик. Каждая мама сталкивалась с такой проблемой. Но прежде чем бежать к врачу, нужно выяснить, чем мы можем помочь крохе в домашних условиях. Для начала попросите малыша описать, что болит, где и как. У него может колоть в боку или резать в паху. Неприятные ощущения бывают постоянными или появляются периодически. Характер боли тоже может быть разным. Острая тупая спазма, режущая колюча, пульсирующая основные причины. Частых болей в животе у детей. У ребенка после еды болит живот причины. Боль в животе может быть свидетельством самых разных проблем. О некоторых мы можем даже не подозревать. Установить диагноз под силу только врачу. Например, у девочки подростка может болеть живот из-за того, что вот-вот придут первомесячные. А у мальчика, перестаравших гася вчера на уроке физкультуры, это может быть следствием чрезмерного напряжения мышц пресса. Тем не менее, есть несколько самых распространенных причин. Инфекция. Ее можно заподозрить, если среди других членов семьи тоже есть заболевшие. Или, может быть, малыш вчера выпросил купить ему сосиску в тесте в сомнительном киоске. Инфекция может быть вирусной. Например, знаменитый ротовирус. После него желудочно-кишечный тракт еще долго будет приходить в порядок, так как он вызывает непереносимость молочных продуктов минимум на две недели. Инфекции бывают и бактериальные, например, дизентерия. При таком диагнозе без антибиотиков не обойтись запор. Это самая частая причина детских жалоб на живот. Поэтому каждая мама должна следить за опорожнением кишечника малыша питания. Проблему может вызывать не только некачественная еда. У малыша может быть, например, пищевая аллергия. А самая частая причина детской боли в животе – это, как ни странно, слишком частые приемы пищи или слишком большое ее количество. То есть, банальное переедание. Желудок не может справиться с такими объемами еды и начинает жаловаться хирургические проблемы. Не стоит сбрасывать со счетов подозрения на аппендицит или кишечную непроходимость. Конечно, язва или грыжа возникает у детей гораздо реже. Но врач должен учесть эти диагнозы – побочное действие лекарств. Многие антибиотики, даже самые распространенные, могут вызывать боли в животе и яды. Редко боль в животе является симптомом того, что в организме крохи наступила интоксикация. Например, такое случается после укуса каракурта. Почему у ребенка по ночам болит живот? Часто малыши просыпаются ночью с плачем и жалуются на то, что животик болит. Как ни странно, мы сами являемся виновниками этой боли. Самая распространенная причина этого недуга – переедание перед сном. Взрослые редко наедаются на ночь, зная, что от этого можно потолстеть. Но ведь детям это не грозит. Поэтому можно ужинать поздно и обильно. Оказывается, это не так. Пища, оставшаяся непереваренной перед сном, раздражает кишечник, вызывая боль и делает сон более тревожным. Кстати, причиной ночной боли могут быть и паразиты. Глисты, например, проявляют максимальную активность именно в темное время суток. Поэтому, если этот симптом тревожит малыша регулярно, стоит сдать анализ колоно-яйца глистов. Боль в животе у ребенка при запоре причины. Самая распространенная причина боли в детском животике – это запор. Большинство мам думают, что запор – это когда малыш не опорожняет кишечник дольше одного дня. Это не так. Например, для детей на грудном вскармливании приемлем почти любой перерыв между актами дефекации. У кого-то мамина молочко усваивается почти без остатка. Такие дети могут не ходить на горшок до 7 дней. Это не должно тревожить маму, если кроха не тужится и не плачет при опорожнении кишечника и если в каловых массах нет камней. Другие дети, напротив, могут регулярно ходить в туалет. Но если они опорожняют кишечник не полностью, то остатки кала будут скапливаться, давить на стенки кишечника и вызывать боль. Получается, запором могут страдать даже те дети, которые ходят на горшок каждый день. О чем говорят температурой боль в животе у ребенка? Иногда боль в животе сопровождается повышенной температурой. Чаще всего это сигнал того, что мы поймали кишечную инфекцию. Но этими симптомами может сопровождаться и обычная инфекция. Например, при таком вирусе, как мононуклеоз, увеличиваются лимфоузлы. Это может сопровождаться болезненными ощущениями в области живота. О чем говорит острая боль в животе у ребенка? Знаменитый детский врач Евгений Комаровский утверждает, что поставить точный диагноз можно только в больнице. Тем не менее, он отдает отчет, что наша система медицины не позволяет родителям воспользоваться услугами врачей каждый раз, когда в этом есть необходимость. Поэтому он учит взрослых помогать детям дома, тогда, когда это возможно, и есть важнейший симптом, который определяет интенсивность родительской суеты. Его могут запомнить все, в абсолютном большинстве случаев, когда ребенок объясняет, где у него болит живот, он показывает на область пупа. Чем дальше его рука от пупа, тем быстрее надо бежать к доктору. Особенно если болит где-то в боку, да это еще и острая боль. Потому что это нестандартная ситуация. Неопасные же боли в животе отличаются тем, что они умеренные и не мешают ребенку двигаться. Вот несколько ситуаций, при которых нельзя лечить живот самостоятельно, а нужно срочно прибегать к помощи врача. Если боль локализована не в области пупа, если она длится дольше суток, если боль сопровождается бледностью кожи испаренной. Если малыш при этом вялый, сонливый, не ест и не ест, если вы обнаружили кровь в испражнениях, если у малыша рвота при Этом рвотные массы имеют желтый, зеленый или черный цвет, если они содержат примесь крови, если кроха жалуется на затрудненное Болезненная мочь и испускание, если боль в животе сопровождается и если боль у мальчиков локализуется в области паха и ящик. Или обнаруживается их припухлость, если это повторяющиеся эпизоды боли с диареей дольше трех дней или рвота и дольше суток. Почему? Болит живот у грудного ребенка. Как понять, что у ребенка болит живот? Отдельная тема – боль в животике у малышей первых шести месяцев жизни. Младенческие колики – это постоянно повторяющиеся приступы детского плача, которые тревожат сон малыша и при этом он поджимает ножки. К животику и спускают газы. Точная причина младенческих колик неизвестна. Но когда желудочно-кишечный трак перестраивается на новый способ питания через рот, а не через пуповину, стресс неизбежен. Чтобы облегчить состояние крохи, прежде всего, нужно отрегулировать климат в детской спальне. Возможно, он плачет потому, что из-за жары и сухого воздуха он потерял много воды и каловые массы стали слишком густыми. Причина переедания актуальна даже в таком нежном возрасте. Если кроха перебрал веси, если он постоянно висит на маме и его желудок никогда не бывает пустым, то пищевод не может работать правильно. Что делать, если у ребенка болит живот? Лекарство при сильной боли в животе у детей. Серьезные лекарства от боли в животе может назначить только доктор. Мы можем только попытаться помочь домашними средствами. Прежде всего, нужно установить, когда кроха в последний раз был в туалете. Если причина – запор, то можно использовать сироп лактулоза или глицериновые свечи. До установления диагноза малыша нельзя перекармливать. Давайте еду только после его просьбы. При этом это должны быть не пирожки и булки с кремом, а печеные фрукты, бананы, галетно и печенье, рис. Молочные продукты лучше исключить. Эксперименты с новой едой тоже стоит отложить. Зато ограничения на питье накладывать никогда нельзя. Пусть малыш пьет как можно больше жидкости, особенно если он интенсивно теряет ее с поносом или рвотой. Газированные напитки и сладкие соки лучше исключить. Почему у ребенка может болеть живот? Советы и отзывы. Нужно понимать, что болит живот – это не диагноз, а лишь симптом. Не может быть универсального лекарства от этого недуга, пока мы точно не выясним причину. Тем не менее, есть несколько общих рекомендаций, которые стоит соблюдать всем. 1. Распространенное народное средство – грелка на живот. Но в некоторых случаях оно может быть очень опасным. Например, если причина боли – аппендицит, то перегревание может привести к разрыву воспаленного аппендикса. Поэтому грелку лучше не использовать, пока вам не пропишет ее врач. 2. Самое комфортное положение при боли в животе – на боку с поджатыми ногами. Если заболел малыш младше года, ему будет лучше всего на руках у мамы 3. Иногда для того, чтобы понять причину боли в животе, достаточно сдать простой анализ мочи. 3. Инфекция мочевыводящих путей тоже может давать такой симптом. 4. Раньше при боли в животе всем подряд делали клизму. Сейчас обнаружен ряд состояний, когда таким лечением можно только навредить. Поэтому злоупотреблять этим средством в домашних условиях без назначения врача не стоит. И так боль в животе – это не конкретный расплывчатый диагноз. Нельзя назначить лекарство до тех пор, пока врач не определит ее причину. Тем не менее, у родителей есть множество способов избежать этой боли и помочь домашними средствами, без привлечения медицины. Продолжение следует...